здравствуйте вы смотрите проект в гости и сегодня с нами руководитель промоутерской компании fight nights и человек успешный во всех своих начинаниях это камил гаджиев здравствуйте камил добрый день очень рад оказаться на дальнем востоке в столь прекрасном заведении из окон которого открывается вид на этот город который я не устаю на самом деле для себя открывать камил гаджиев президент промоутерской компании fight nights первый заместитель генерального директора хоккейного клуба адмирал как и многие мальчишки камил с детства был увлечен единоборствами его спортивные достижения включают победу на кубке мира по джиу-джитсу и звание чемпиона москвы по боевому самбо в дальнейшем камил гаджиев перешел на тренерскую работу а спустя еще некоторое время вместе с друзьями организовал собственную промоутерскую компанию всего за несколько лет работы команда fight nights сумела вывести турниры по смешанным единоборствам на качественно новый уровень сегодня это масштабные шоу которые транслируют во многих странах мира а спортсмены представляющие компанию стали международными звездами ммай журнал дикю который не так давно вручал вам специальную премию написал о вас что вы тот уникальный человек который превратил вместе со своей командой естественно турниры по смешанным единоборствам в шоу настолько высокого уровня что побывать на них теперь стремятся и самые высокопоставленные политики и люди из самых разных областей вы так свою какую-то историческую миссию в этом во всем ощущаете да безусловно миссии наверно моя есть ровно как и моих партнеров с которым мы все это придумали ну а главные люди во всем этом это конечно спортсмены которые обеспечивают контент и как бы часто не произносил слову шоу в любом случае это спорт в первую очередь и те самые высокопоставленные мужи которые стремятся к нам попасть они приходят для того чтобы валять за этих ребят к нам приходит определенный зритель нам приходит зритель скажем так разбирающийся в то же время к нам приходит зритель положительно заряженный и воздухе в этот заряд висит и дело не в том как мы там посадили людей в том чем мы их накормили а дело в том какую атмосферу они почувствовали поймали и насколько они сами в эту атмосферу вложились те кто был у нас на вентах они поймут ты приходишь такой чуть чтобы просто воздухе разбрызган определенный аромат который заставляет как бы людей любить то что происходит в этот день наверное за это нам и я говорю нам потому что все таки в роль моих партнеров этом огромна нам и вручили эту премию вы будучи спортсменом и являлись обладателем и являетесь определенных спортивных наград а получается что бизнес награды которые тоже вас находят время от времени они для вас играет такую же роль как в свое время там вот спортивные медали достижения для мужчины всегда есть какой-то челлендж в жизни да то есть зависимости от того сколько тебе лет и какая у тебя ближайшая цель когда мы занимались спортом то конечно любой пацан который занимается спортом хочет что для него глава эта медаль особенно если мы говорим о любительском спорте при переходе профессионалы то для ребят уже становится важно не просто победы но и определенном смысле та слава которую ребята добывают это монетизация которая наступает как люди которые в свое время закончили заниматься спортом и стали пытаться строить индустрии для нас важно было действительно сделать этот проект успешным чтобы общественность сказала что да этот спорт он действительно заслуживает того чтобы люди за него болели чтобы люди посещали чтобы люди жили этим и сегодня можно сказать что индустрия сформировалась ну а главный челлендж любого мужчины я считаю это семья и дети сумел ли ты создать семью которую ты сам хочешь сумел ли ты стать похожим например на своих родителей и сумел ли ты родить и воспитать достойных детей но это уже следующая история пока все еще компании fight nights в 2014 вы преобразовали свой бренд насколько я понимаю теперь он называется евразия fight nights это говорит о росте ваших амбиций или это какая-то чисто техническая была история знаете на самом деле моего 2014 не очень удачно преобразовали евразия fight nights почему потому что мы поняли что влепив значит впереди нашего названия слова евразия мы с одной стороны выросли с другой стороны где-то на ли сами себя же зажали определенные рамки и многих сложилось ощущение что мы ограничили себя территории евразии при всем при том что на сегодняшний день мы мои таков что если нас нет в сша безусловно мекки единоборств сегодня то нас можно сказать вообще нет и мы двигаемся активно сейчас на американский рынок поэтому слова евразия она как появилась так честно говоря отвалилась на данный момент более популярным и расхожим названием является fight nights global здесь уже географической привязкой нет здесь как раз таки повсеместное присутствие потому что мы везде и к слову говоря владивосток в этом плане я считаю один из опорных центров развития индустрии единоборства в владивостоке вообще на дальнем востоке будут очень сильно развиваться потому что здесь есть на это во-первых спрос есть талантливые люди которые этим занимаются и все-таки расположение которое позволяет работать с близлежащими странами и это возможность неплохо быть представлены соединенных штатов потому что владивосток например дальний восток в отличие от той же москвы находится более ком комфортном часовом поясе для американцев нежели москва поэтому я считаю что есть большая перспектива ну плюс есть инфраструктура есть арена вот собственно на этой арене через несколько дней состоится большое мероприятие давайте о нем немного поподробнее это то место то мероприятие на которое обязательно надо прийти надо сам не знаешь почему это мероприятие который вся включает и суперкубок россии это поединок лучших спортсменов любителей и четыре поединка по профессиональным правилам формата файт найс глобал из которых я бы особенно выделил несмотря на то что это не главный а со главной бой вечера вот нос как бы между строк понятно что это и это и есть главное событие бой за пояс чемпионов файт найс в легком весе это в принципе первый в истории легитимный бой нашей организации за пояс сейчас у нас есть настоящие два настоящих претендента которые прошли жернова гран-при местный дальневосточный парень магомед сагита либеков родом из дагестана в свое время приехал сюда здесь поступил на службу и в полном смысле слова считается сегодня дальневосточником его соперник из азербайджана на риман аббасов который тоже ничего не простых ребят прошел вышел финал вот они побьются за пояс и я могу сказать что на данный момент те кто идут на мероприятие зрители они еще даже до конца не осознают насколько историческим этот момент будет для нашей компании и возможно даже для владивостокцев потому что это самый настоящий поединок за пояс также владимир миней против майкла фалькау ну во первых это событие которое обеспечит интерес к мероприятию со стороны федеральной публики в принципе популярность минеева такова что люди во всех уголках россии люди интересующие спорта в целом не только единоборств они включат телевизор это важно потому что последствиями то это будет понимание людей что вот вот это все происходит в владивостоке как здорово как здорово что в владивостоке есть смешанные единоборства индустрия которым занимаетесь которую развиваете она как раз таки должна быть построена на героях как в масштабах всей россии так и региональных именах на которых там в тысячном исчислении пойдут зрители вот если говорить о владивостоке помимо уже перечисленных вами имен есть ли уже те кто могут претендовать на это звание героев например гена ковалев это первый кто приходит на ум парень который не нуждается в представлении для местной публики ну и наверное можно было бы еще перечислять имена ребят которые перспективе могут засветиться но для этого уйдет не один час почему потому что сегодня на дальнем востоке под знаменами федерации под знамена бойцовского клуба гладиатор появляются ребята каждый день посмотрим кто из них все-таки действительно завоют сердца зрителей где-то давайте ровно через год поговорим вспомним наш сегодняшний разговор я вам скажу что за это время спел хорошо давайте а пока предлагаю перейти к команде адмирал который тоже имеете самое непосредственное отношение я помню вашу беседу с кем-то журналистов которые вы говорили что вам бы хотелось чтобы в адмирале в развитии этой команды были использованы некие технологии да скажем так какие-то имеющие отношения даже к никому научному подходу там к развитию команды спортивной и чтобы это не имело прямого отношения к баснословным зарплатам игроков а имела отношения прежде всего к качественному менеджменту да к развитию там тренерского штаба вы на том же пути и на тех же позициях остаетесь я считаю что этот подход себя полностью оправдал сейчас попытаюсь разложить происходящие процессы в адмирале на некий составляющий первую очередь я бы говорил о социальном значении проекта во первых есть понимание что город живет этим проектом про адмирал все знают за адмирал болеет если адмирал проигрывает расстраивается всем побеждает радуется это первое второе посещаемость переполненные залы каждый раз там явка 96 процентов словом и лидеров кхл так как в владивостоке ходят на клуб не ходит ни в одном больше городе я думаю болельщикам приятно будет об этом услышать да я надеюсь что они в этом в принципе знают то есть это то чем люди могут сегодня гордиться теперь о технологиях которых я говорил наверно может не словно технологии а вообще в принципе о подходе дело в том что удалось команде создать определенную атмосферу это настоящая команда ребята друг за друга они это делают в едином порыве есть старший есть младший есть перспективный есть понятное отношение с тренерским штабом такой подход побеждает любые финансовые вложения можно сколько угодно тратить денег на звезд мы с вами наверняка видели не один пример как в спорте это не работает поэтому клуб сегодня это то что он есть с нормальным адекватным бюджетом с попыткой сделать из этого в любом случае бизнес-проект с отличными к слову коммерческими сборами и с атмосферами с атмосферой на трибунах сейчас слушая ваши безусловно профессиональные такие достаточно аналитические рассуждения в том что касается спорта мне вот стало интересно а вы когда находитесь на спортивных мероприятиях в том числе и организованных вашей командой вы можете себе позволить поддаться просто неким эмоциям спортивному азарту и ну вот всему тому и рациональному чем наполнен спорта за что вы так многие любят а я этим занимаюсь как единоборство так и хоккей я смотрю как болельщик я всегда за кого-то болею да там как президент промоушна я как бы с одной стороны занимаю нейтральную позицию и так она есть но при этом личных пристрастий же никто не отменял то есть я поэтому могу просто сидеть и болеть на случай с адмиралом просто смотрю игру как фанат после игры уже после могу другим взглядом сколько людей сегодня приходило как эти люди болели как они себя вели понравился бы нет сколько билетов было продано и тогда это уже другая история наверное один из последних моих вопросов мне хочется чтобы он был наверно большей степени каким-то личностным вот какие качества своего характера скажем 3 вы бы назвали ключевыми я просто люблю то чем занимаюсь потому что наверное я же сейчас должен как бы поделиться опытом то есть любите то что то чем вы занимаетесь если вы не не любите то чем вы занимаетесь то не занимайтесь этим успеха вам скорее всего в этом не сыскать любить и эта любовь будет главным движком я там люблю спорт и я я им занимаюсь я занимаюсь развитием спорта и наверное поэтому бог дает потому что мы это дело любим и в этом плане у меня есть неиссякаемая энергия потому что любимым делом можно заниматься всегда второе наверное это наверное то что я не хочу сказать что отлично разбираюсь в людях я наверно сказал бы о том что мне просто повезло с людьми с которыми я это делаю это главный одна из тоже главных слагаемых того чтобы дело получилось успешного дела это такие же люди как и я вдохновленные люди с которыми я дружу то есть мы называем это словом расхожим команда все-таки нас где-то нам где-то помогло то что мы всегда рисковали то есть мы как бы верили в это и всегда немножко рисковали потому что если знаете не рискнешь а если все будешь очень прагматично будешь на все смотреть расклады то наверное это никогда не зайдет и вот это вот вот это наша рисковость скажем так она а нас каждый день в принципе где-то нам помогает рискуем 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 пробуем пробуем новые форматы пробуем там новых людей и так далее и как я уже говорил бог дает ну на прощание пару слов о владивостоке вот помимо того что это перспективное место с точки зрения развития смешанных единоборств какие-то еще определенные чувства и эмоции по части владивостока у вас имеются да имеется вы знаете к слову владивосток похож на москву здесь много людей которые сюда приехали когда-то полюбили этот город вот стали владивосток сами и они очень такие подвижные здесь мало ли кто там здесь там столетиями живут и уже там проросли как бы и тогда наш город меня менялся всегда он обстраивался да он развивался приезжали люди и активисты скажем так и это чувствуется это первое просто я москву люблю и вижу что владивосток похож и уже поэтому владивосток люблю плюс наверное ну море она всегда наличие моря океана но всегда тоже городу придает какой-то особый облик облик он такой бывает город ну по-своему такой веселый где-то 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 шумный наверное я я люблю города в которых есть движение порт и море они всегда это движение дают обеспечивают город которым гордятся люди которые в нем проживают вот это знаете вот владивосток сами себя горит у нас такой город у нас там не хабаровск у нас там еще что-то у нас владивосток это здорово потому что я бывал города где люди говорили уехать бы отсюда слушать что за горы чем здесь торчим там вот я бы уехал если бы мог владивосток станка не говорят я не знаю ни одного владивосток с который говорит эху чё за город вот отсюда бы уехать так они люди реально любят город и гордятся тем что они именно в нем проживать это здорово и от этого идет основной импульс то есть при целом городе витает вот это настроение за счет того что владивосток очень любит это место и гордятся им поэтому владивостоку Процветание во всех смыслах этого слова, и потихоньку он становится для меня третьей родиной, потому что есть исторический город Махачкала, республика Дагестан, откуда мы родом, я, мои родители, мои родственники. Есть город Москва, в котором я родился и вырос, наверное, самый близкий мне город, в принципе. И есть город Владивосток, в котором я часто бываю, хочу бывать еще чаще, с которым очень много связано, и действительно этот город полюбил. Иногда бывает забавно, у меня московские мои приятели или коллеги, если есть какой-то вопрос, связанный с Владивостоком, они звонят мне. Эксперты. Да, уже знают, что он там всех знает, там все знают. Интересно. Поэтому давайте почаще встречаться. Я надеюсь, что много будет происходить всего того, что нам с вами будет обсудить. Хорошо, с удовольствием вам, в свою очередь, тоже успехов и процветания. И спасибо, что нашли время для разговора. Спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо.